Что будет с рынками, если выдавят незаконных мигрантов? Я полагаю, что ничего не будет, потому что туда появятся другие мигранты, потому что нельзя решетом носить воду. В нашей стране, когда на коррупции построено абсолютно все, и мне просто жалко время терять на объяснении этих банальных истин, которые знают все, что следственный комитет, вы слушаетесь, он начал проверку чиновников на коррупционную емкость, их решения, которые они принимают и так далее. Но из чиновников состоит сегодня вся наша власть. Чиновника берут сегодня на службу только тогда, когда точно понимают, что, во-первых, он умеет воровать, во-вторых, умеет молчать, и, в-третьих, он умеет носить наверх. Вот если эти три составляющих у него есть, тогда он может вырасти до кремлевских вершин. Вот что будет проверять следственный комитет в этом смысле? Надо наводить порядок на рынке? Да, конечно, надо. Надо поведать с нелегалами, так сказать, что-то такое делать? Да, конечно же, надо. Вопросов нет. Просто это часть нашей, к сожалению, жизни сегодняшней. Это часть, так сказать, не наша с вами поход на рынок. И вот завтра приказ будет там какой-то нелегалов убрать. Ну, вспомните, совсем недавно на этих же рынках было запрещено продавать представителям, как же там было сказано-то, некоренной национальности или что-то такое. То есть вот тех, кого называли там чурками, чучмеками, ну и так далее, так сказать, по цвету определенных частей тела, вот вроде они не должны были торговать. И что? И что вот после двух недель этой безумной, так сказать, истории, что набрали бабушек, которых поставили за прилавки? Да ничего не произошло, они как были, так и остались эти люди. Просто они заплатили больше чиновнику, чем платили до этого. Вот и все. Вся эта история закончится тем, что все останется на своих местах. Вспомните историю с Черкизоном. Ну, вспомните, это же все вот на наших глазах происходило. Ничего это не изменит до той поры, пока мы не сломаем, извините, или не изменим, будем корректными, пока не изменим всю систему вот этого, так сказать, нашей властной вертикали. Когда ты можешь быть во власти только если ты вор, жулик. Или если ты не вор, не жулик, но подонок, потому что ты знаешь, что ты работаешь с ворами и жуликами. При этом ты очень честный человек.